Гомель рыхтуется означать День города. У областных центров прибывают официальные делегации с городов-побратимов и творческие коллективы. Мясовые же хоры завершаются позже приготовления для встречи гостей. День народжения – знаковая дата. Особливо, когда его святку и целый город. У родчистости у Гомеля распочнутся 16-го вересня. И, как ведомо, все это День города, супадаясь с проведением международного фестиваля хорографичного мастерства «Сожский Карагод». Старт конкурсной программы будет даден и в 10 годин ранится у городским центра культуры. А в 20 годин на центральном стадионе Гомеля отбудется феерычное шоу под названием «Живое танцевое полотно, сплетая фестиваль». Идея сюжетной постановки продолжает использование современных звуковых, светлых и лазерных технологий. Глядачи на трибунах увидят то, чего не видели никогда, заповнивают организаторы. И в целом, я думаю, что концепция, о которой задумка была изначально запланирована, она состоится. У родчистое церемонии официнного открытия Дня города заплановано на 11 годин ранится 17-го вересня. Удельники театрализованного шестя пройдут по площади имя Ленина. Пероплетенные нити творчести будут символизовать переплетение леса у людских у огульных житей народа. По задумке режиссеров есть единая концепция, поэтому в этом году это будет цветовая гамма, отражающаяся в нитях. И советскому району достался красный цвет. Красный цвет – это символ жизни, символ утверждения, символ побед. Поэтому мы попытались показать именно через этот цвет историю, судьбу белорусского народа, его традиции, его обычаи. На сегодня уже известны те города, которые подтвердили свое пребывание. Это Сербия, это Грузия, это Соломинский район Киева, это, безусловно, наш Брест, Гродно, Витебск, это Россия. И я думаю, что заявки еще какие-то будут подтверждаться. Безусловно, все делегации принимают участие в официальных мероприятиях. Но могу сказать о том, что помимо официальных мероприятий на всех площадках, и это будет интересно жителям, будут принимать участие и наши конкурсанты, представители сожского хоровода. Потому что мы хотим не только представлять их на закрытой площадке в городском центре культуры, а я не отметила о том, что в субботу у нас в 10 часов состоится также второй конкурсный день, будет представлена современная хореография. И мы всех жителей города Гумеля приглашаем опять-таки в 16.00 в городской центр культуры, когда будут проводиться бесплатно мастер-классы с участием известнейших хореографов Республики Беларусь. Большая колька святочных мероприемств будет сконцентрована на улицах центральной частки города, а леуластные программы рыхтуют все районы. Традиционные места массовых гуляний – проспект Космонавта, зона отпочинку Пруды, Лядовый палац, Любинское озеро. Пляцовка в микрорайоне Костюковка. Сярод самых значных святочных падей – концерт Московского державного академичного театра «Танцух Жель». Так само великая программа для молодых будет организована при патрымце телерадио-компании «Гомель» на площади Мя Ленина. Початок у 18.00. Так само свое майстерство будут демонстровать у дельники международного турнира по спортивных и бальных танцах на кубок «Гомеля» «Золотая рысь». Финальной кропкой святкование станет видовищный фейерверк, який осветит ночное небо в пяти кропках города. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель».